В итоге безопасных товаров, которые можно заказать из Китая в России, практически нет. Они прут огромной толпой из списка, но тормозят только Xiaomi. Xiaomi, ёб твою мать, а! То, о чём сегодня я вам расскажу, если бы это реально и в полной мере работало, то уже бы завтра половина из нас сидела в тюрьме, а другая половина висела на административке. Друзья мои, у отца кэшбэков летишопца, день рождения, 3 года исполняется, мать его. Значит, отмечают они его 29 мая. Там вас ждут просто нереальные кэшбэки, но это так чисто по секрету. А уже начиная с 24 мая вы можете зарабатывать монеты и в последующем обменивать их на ценные призы, среди которых есть квадрокоптеры, 5 Samsung Galaxy S8 и 5 ноутбуков Dell. Ссылка на летишопс, на розыгрыш и на их день рождения в описании под видео. Давайте порадуем пацанов. Да, всё, что вы сегодня увидите и услышите, требует вашего глубочайшего анализа. И вы сразу не подумайте, что, знаете, какие-то ко мне спецслужбы обратились и попросили сделать вот этот вот ролик заказной. Мол, чтобы я через свой ресурс приструнил часть граждан, и чтобы они уже в страхе колотились где-то там. Нет, это лично моя инициатива, это никакая не пропаганда. Я просто вас хочу, всех, кто покупает на Алиэкспрессе в Китае и в Америке, и все над нас это всё объединяет. Кто заказывает из интернета, из-за рубежа, не попали в тюрьму. Очень этого хочется. И начну я с очень печальной новости, которая, наверное, во многом побудила к созданию сегодняшнего ролика. В Сибири женщину отправили под суд после покупки диктофона на Алиэкспресс. Покупка диктофона на Алиэкспресс обернулась для жительницы города Барабинска, Новосибирской области, уголовным делом. Записывающее устройство Татьяна Беляева приобрела в 2015 году. Теперь ей предстоит суд по статьям. Вот здесь вот самое внимательное. Почему я именно взял дело вот этой вот Татьяны Беляевой? Да потому что у неё аж целых две статьи меняются. А как вы помните, до этого в ролике с Xiaomi я вам сказал, кто я. Привет, китаец, я Романович, и я юрист. Вы заказали на сайте Алиэкспресс. Ни хрена ничего не думали. 90% этих людей, 80%, 90% или 80% не задумывали, что мы будем снимать или что-то такое. Просто попробовать поиграться, и тут бах. Я не исключаю, конечно, 20% тех людей, которые специально что-то там задумывали. Но опять же, как их определять, кто задумывает, кто нет. Так вот, теперь ей предстоит суд по статьям. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. Это статья 30 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну и самая распространенная статья за это преступление, это незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Самое главное, что наша героиня даже не держала вот этого диктофона в своих руках. Все это было еще завернуто на таможке в Екатеринбурге. И понимаете, что дальнейшая судьба вот этого всего, да, там 4 года максимальное наказание, а приготовление к покушению на преступление, то есть только вменяется, если у вас тяжкое и особо тяжкое преступление. То бишь, здесь оно не вменяется, так как максимальное наказание за незаконный оборот это 4 года, а тяжкие преступления начинаются от 5 до 10 лет. То бишь, вот эта вот вторая статья, она просто, ну вот как вот для припугивания, если так можно сказать, по ней ничего не вменится, но 4 года уголовки запросто эта девушка заработает, если будет все плохо. Но опять же, как показывает судебная практика, то в основном ограничиваются штрафами и либо условками. Условками в очень-очень редких случаях в основном это штраф там от 20 до 50 тысяч рублей. Но понимаете в чем дело, что как бы то ни было штраф или условка, это все равно судимость. И это огромный отпечаток на вашей дальнейшей карьере и всего остального. Поэтому вдумайтесь, что я вам сейчас дальше расскажу. Почему же половину уже должно сидеть в тюрьме, а другая половина на уголовке? Вы же вроде не заказываете каких-то там специальных технических средств каждый день. Да тем более такая масса людей вас бы уже давно арестовали. Вы это не заказываете и вы думаете, все, теперь можно быть спокойным. А нет, по международной и почтовой конвенции пересылка контрафакта запрещена. Поэтому нельзя заказывать подделки известных брендов из-за рубежа. В таможенном законодательстве есть такой параметр скорство до степени смешения. То есть если в вашем Версаче будут поменены местами буквы, но символика будет считывая, ну как вот я вам сейчас здесь покажу Адидас и вот это вот все, то вас привлекут к административной ответственности. И вот сейчас вы реально вспомните, мне кажется, наверное, ну каждый третий, ну каждый четвертый заказывал поддельные кроссовки New Balance. Почему вас не закрывали? Да потому что китайцы делают New Balance так, что прям пишется New Balance, и там хер определишь. Ну они же не будут делать анализ там дермантина этого. Тот самый дермантин, который должен быть в New Balance, или тот самый дермантин, который где-то в подвале там в Гуанчжоу производит. То есть первое, вы запомнили, это контрафакт. Если написано Абибас, ни в коем случае не заказывайте. Второе, это устройство для негласного получения. Это мы сейчас с вами только что проговорили, но давайте я вам здесь еще немножко расширю понятие. Сюда относятся всевозможные обыкновенные предметы, снабженные микрофоном, микрофоном даже может быть, диктофоном, камерой или GPS. Например, умные часы, которые родители заказывают для своих детей в Китае, могут считаться поводом для возбуждения уголовного дела. Потому что обычно вот в этих детских умных часах есть вот эта вот какая-то мелкая камера. Почему же телефоны, умные часы или планшеты не попадают под эту категорию? Ну и здесь, наверное, все-таки потому, что камера не скрыта и является одним из основных ее функций. То есть у флешки камера, но это как-то люто. Когда есть камера у телефона, это в принципе адекватно. С другой стороны, под этой статьи, которую у нас есть в Уголовном кодексе, незаконный оборот, можно серьезно подвернуть все, что хочет. Дальше идет лютая херня. Легко воспламеняющиеся и взрывчатые вещества. В эту категорию попадает большой спектр продукции. Это спички. Бенгальские огни, салюты и прочее подобное. Магний, фосфор, уголь, натрий. А вы все помните, как огромное количество, число людей, да и ваших друзей наверняка заказывало вот эти вот охотничьи спички с вот этой розовой головкой, которые типа там горят в воде и так далее. Опа-на, вот она административочка уже у вас есть. Далее идут оружие, припасы и орудия добычи животных ресурсов. Ну тут понятное дело, что оружие никогда нельзя было заказывать, при том, что это относится не только там к автоматам, как бы вы могли подумать, к базукам или к гранатам каким-то. Нельзя заказывать оружие, будь что это сувенирный меч, электрошокер и даже лук. Вот вам казалось, что лук, господи, ну что-то такое. Тоже нельзя заказывать. Я не знаю, рогатки считаются оружием или нет, но я недавно заказывал рогатку. Ну не совсем рогатку, но, блин, получается это тоже какое-то нарушение. Далее идёт, что, в принципе, одна десятая вас точно заказывала, неважно с Алиэкспресса, с Ебэя или просто из-за рубежа. Алкогольная продукция и продукты питания. Ни алкогольные, ни безалкогольные напитки заказывать нельзя. Равно как и сам по себе этиловый спирт и пиво. Продукты питания, которые относятся к категории Скоропорта, тоже заказывать нельзя. Я не знаю, является ли шоколадка или чипсы Скоропортом, но это заказывать, возможно, тоже нельзя. Ну и мы переходим к последнему. Оно было в списке далеко не последним, но я ставил это на десерт, потому что оно требует глубочайшего рассуждения и, в принципе, связано с нашей теме Xiaomi, которую я посвятил уже два ролика на канале. Устройства, не сертифицированные на российском рынке, это вообще очень тоненькая тема. Если, скажем, какой-то телефон продается на рынке Германии, но его еще нет в России, то не стоит пытаться выделиться из толпы и заказать все это. Так, например, случилось с жителем Ульяновской области в 2014 году, который из Германии заказал Motorola G. Телефон не был сертифицирован на российском рынке и на него не было нотификации в ФСБ. То есть это вообще тяжелая система, у него должна быть сертификация и еще нотификация ФСБ. Дальше в статье пишется, на тех же китайских площадках продается фантастическое количество смартфонов и подобных устройств, планшеты, ноутбуки, которые в России не сертифицированы, поэтому покупать их опасно, риск нарваться на административное дело и штраф велик. Продолжают идти смартфоны Meizu, Oneplus, что там еще, что только не идет. Blackview, Blue Bull, Lego и так далее идут эти мобилы. Есть некоторые мобилы, у которых даже нету названия, потому что они нонеймы, они уж точно не могут быть сертифицированы. Они прут огромной толпой из списка, но тормозят только Xiaomi. Xiaomi, ёб твою мать, а? В итоге безопасных товаров, которые можно заказать из Китая в России, практически нету, ну разве какие-нибудь шмотки, к ним, наверное, уж точно не могут придраться, хотя, с другой стороны, но даже вот если вы закажете чехол для смартфона, он может быть токсичен, если он силиконовый. И то бишь, опа, вас тоже могут нагреть. Что касается электронных устройств, смартфоны заказывать нельзя, экшн-камеры заказывать нельзя, квадрокоптеры заказывать нельзя, я не знаю, всё, что вы не взяли в китайском интернет-магазине, практически заказывать нельзя. Ну на какую экшн-камеру есть сертификация? Не на какую, на какой квадрокоптер в России есть сертификация? Ну может быть DJI Phantom и DJI Mavic, может быть есть. Всё остальное не сертифицировано, и следовательно, вы по-хорошему заказывать не можете. И знаете, какой у меня в конце к вам вопрос? Не предложение, а вопрос, чтобы вы мне ответили в комментариях. Ну смотрите, есть магазин DNS, ни для кого не секрет, Eldorado, NVIDIA, и у них есть тоже экшн-камеры, которых даже названия и в природе не существует. А есть ещё некоторые конторы, вот тоже такие, сетевых, магазинов электроники, которые там постоянно проверки подвергаются этому всему, которые торгуют SJCAM, которая вроде как, опять же, в России должна быть запрещена, потому что у них нет сертификации. Каким образом они продают вот это всё? Неужели NVIDIA сам какой-то свой выдаёт сертификат? Потому что, чтобы был сертификат, должно официальное быть представительство. Ну если это no-name, камера, какое у неё может быть представительство? У неё даже в Китае нет представительства. Каким образом вот эти вот ребята продают свою продукцию? Вот это вам домашнее задание. Отпишитесь в комментариях, у кого какие-то соображения, и может быть просто вы, блин, я не знаю, какой-нибудь владелец или менеджер вот этой вот компании. Огромное спасибо, что были сегодня со мной. Огромное спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на паблик, там у нас всегда жара. Там все предложения я от вас читаю и делаю какие-то новые видосы на основе вот этого всего. Подписывайтесь на мой лайв-канал, на него ссылка будет тоже второй в описании. Всё, давайте, красавцы! Пока!